вот начинается как-то не подготовился у нас уже есть эфир прямой или нету непонятно сейчас увидим это видимо в фейсбуке да что ж такое есть ну так вот вода мотор идет мы сегодня собрались здесь господа с тем что может презентация происходит презентации как квартиры этой так и вот этих возможностей волшебных которые у нас теперь есть веб-камера фирмы logitech нас снимает хуже кстати говоря делает хуже чем мой телефон телефон фирмы huawei даниил саяпин оказал мне огромную честь и одолжение он дал мне погонять волшебный проигрыватель винила и я теперь вспоминаю как я прикасался к винилом в своем детстве ведь многие не знают а я в действительности ведь был постоянным посетителем толпы вот это вот где менялись дисками на маяковской на горбушке я ходил с таким списком и говорил есть чего в обмен в обменчик есть в леса нет но я помню около маяковки очень много народа нас гоняли минуты какие-то мы по странным подворотням околачивались с этими вот это еще в обмен в обмен есть чего вот и давай махнем и сидите на квинов с добью с добивкой югами с югославскими пластинкой ой какие были волшебные где-то у меня находится коробка я вытащу свои старые виниловые пластинки вытру их тряпочкой и буду тут ностальгировать по полной программе еще я вам скажу я собираюсь купить чтоб 15 магнитофонов типа днепр и здесь днепро здесь будет у меня выставка раритетных магнитофонов они стоят по эти по 1000 по 3000 рублей чпуха и так вот ну можно докупить и я по 700 рублей видел магнитофоны какие можно закупить с доставкой по всей стране привозит авито доставки отлично будет небольшой музей магнитофонов но это впоследствии если говоря один уже днепр вызвонил но что-то человек пропал наверно он собирается поставить это не за 3000 за 7 почувствует или 15 типа того вот даниил нам может много чего рассказать но для этого на его надо специально попросить подкинуть тему давай тема и не знаю для начала мы обсудим ситуацию с прекрасным ансамблем ex libris хоровым которым даниил руководит что происходит даниилу на сегодняшний момент в вашем творчестве на сегодняшний момент поскольку мы живем все в одной стране у нас происходит примерно как у всех а именно все в те фестивали концерты до стройной поездки которые я готовил последние два года прекратить закончились как у всех это нормально да там сейчас легко и ближайший известный концерт который опять что может вполне отмениться это январь январь где нижний новгород потому что в июне должен был состояться прекрасный сахарский фестиваль на котором на который мы должны были приехать это в нижнем тоже да 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 фестиваль очень представительный красивый интересный вот у нас должен быть там был сольный концерт с интересной программой ну вот все закрылось и его по счастью не отменили вообще перенесли на 29 января если концерт а не сам фестиваль просто отменяло все и возможно если вообще что-то произойдет может быть три концерта в Польше тоже в январе а пока ничего нет мы отдыхаем кто-то недавно рассказывал что в Польше отменилось Оля Раева говорила что что-то у нее отменилось в Польше вот только что ну что-то отменяется что-то продолжается ну например вот фестиваль в Кракове прекрасный фестиваль старинной музыки музыка Девина они состоялись но все гости из-за рубежа то есть из России которые предполагались на фестиваль в сентябре естественно отменились но все они провели своими силами местные коллективы он от этого уже не стал это интересная история и сейчас у них есть свой музыкальный лейбл Пинканто и вот буквально пару дней назад на этом лейбле вышла наша программа они выпустили наш древнерусский реквием который мы записывали сами здесь выпускали на виниле об этом поговорим еще поговорим больше меняю но во всяком случае вот специально для них мы здесь сделали 80 минут на версию и там они издали прекрасная картинка я потом обязательно пришлю потому что оформление фантастическое здесь нету сейчас показатель я могу просто не ну просто в камеру можно было сунду пластинку неважно нет пластинки то нет есть только картинка но в этом случае она есть но мы можем картинку тоже воткнуть в камеру кстати говоря с телефоном если ты дашь я продемонстрирую да вот тяжелая у всех ситуация конечно с концертами но лично я вот например никогда особенно концертами не зарабатывал так что в моей жизни изменилось немного и прямо скажем вот смотрите какая-то ухты да какой-то здоровенный большой человек большой телефон вот автомобильный джип нет нет странно но семиместный а как ты помещаешься вне джип семиместный какой-то отечественный ларгус-кросс ларгус вот так это в развороте будет дима синяковский хотел купить ларгус я странно раздумал мне кажется я страшно доволен да потому что он один из первых который был выпущен несколько назад именно в этой модификации кросс и там нет ни одной детали производства лада там рено nissan и все ломается ли ларгус ой какая-то нет дима смотрите господа это в развороте вообще это фоторабота убить можно таким это он это не дизайнерская на компьютере это настоящая фоторабота польской фотохудожницы это к этому мире вы пеленали участвовать живой человек кого я не знаю я с мумиями не то чтобы стремлюсь сильно знакомиться ну вот они здорово сделали мне очень понравился их подход ну как это подожди это пеленали человека это пеленали а во что в какую ткань бинты бинты просто бинты и красили сверху по бинтам еще нибудь да сделали ему вымачивали в короли младенца но это как обычно слушайте жутко интересно и ужасно интересно проводить подобные мероприятия я теперь буду со всеми гостями тут беседовать для вас саша нас у нас почему-то молчит саша страх крайне скромный человек это мы уже поняли но все-таки саша прекрасный фотограф и мой один из любимых фотограф в этом городе мы сейчас выпускаем диск как раз таки вот с работами саши саша welcome to my house вот и поговорили примерно в стиле стилистика знаете настоси хрущевой 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 извините настоси на самом деле я добавлю сашу те фотографии которые сделать она на нашем концерте в заряде это просто фантастика прекрасно да все прекрасные я я говорю вот про нас для нас то что они остались и не есть это очень здорово я на самом деле довольно люблю музыку но одно из моих самых вот последних музыкальных впечатлений был побывать на первой студии вас фильма и мне понравилось тем что я чуть позже пришел и пришел когда на студии никого не было и была абсолютнейшая тишина чем в нашем городе довольно редко бывает со всей любовью к музыке люблю тишину надо сказать что масс фильм вообще такое место располагающие вообще какому-то такому покоя как кладбище примерно там так спокойно можно прогуляться по этим дорожкам среди вот этих каменных истуканов из вояний павильоны да саша я перебил вас нет извините саша но вы даже может быть сегодня мало фотографируйте давайте здесь какие-то пощелкли воспоминания и впечатления о том нашем концерте в заряде а кстати вот да но мы часто музыкант когда выходят со сцены он первым кого видит часто бывает что меня как фотографа сейчас спрашивает и как нет средства я тогда специально не спрашивал а мне сложно сказать потому что я точно так же как вы собственно работаю мне слушать и снимать не получается одновременно делать регламент две композиции я снимаю и две слушаю конечно было такое впечатление погружение чтобы картинка конечно было более соответствующий тому что было бы послушать скажем так что мне сложно сказать у меня конечно нет таких преимуществ как у слушателей удивительная никогда бы не подумал что фотограф так захвачен своей работой что он не слышит музыки мне кажется это отвлек отвлекает что ли что лагра жизни их лица отвлекают это даже не размешают на наших сценах такие лица что 5 хочется хватить фотоаппарат да расскажите про ваш новый фотоаппарат мы многие знаем что у вас он новый есть здорово но ему уже примерно год время бежит это 5 марк до 4 а 5 еще круче мне это вполне достаточно и за ответа музыкантов не нахожу а чем 5 круче чем вот 4 я думаю такие вопросы уместные когда мы говорим скажем о музыкальных инструмент или рояле я вполне могу сравнить хорошие девайсы с девайсом это пьяные школы для меня вот машинку просто я понимаю есть какие-то преимущества и недостатки сравнивать скажем аналоговые цифровым идеям новые модели конечно я завидую вам но правда у меня важно у меня тоже есть по моей профессии такие наилучшие девайсы благодаря которым мы сейчас и беседу да слушай но все-таки я так и не понял в чем принципиально ну прыжок на ступеньку выше вот в этих марках 5 это понятно можно и можно и нам или надо снять хорошую композицию но просто интересно я не я просто не в курсе ну ладно это специальный разговор я погуглю до специального гостя да ну что господа мы вот пожалуй наш эфир тестовый завершим что хочется пообщаться в конце концов уже и не на публику заодно посмотрим качество всем привет до свидания и возможно что мы еще вернемся к вам